Развитие коммуникации и средств связи столь же стремительно, насколько быстро вращается планета вокруг Солнца. И именно сотрудничество, обмен опытом, взгляд в будущее через призму налаживания реальных и перспективных контактов становится наиболее актуальным фактором прогресса. Находящаяся в Узбекистане делегация Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации посетила национальную телерадиокомпанию. Фируза Махмудова с подробностями. Пусть сегодня, как раньше, в сутках 24 часа, в году обычно 365 дней, само по себе время будто движется быстрее, подстать стремительному ритму жизни. Все развивается и кардинально меняется глазом, не успеешь моргнуть. Время вперед. Фраза стала ключевой в ходе встреч в рамках визита делегации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сначала в аналогичной структуре Узбекистана, а позже в НТРК. Чтобы быть в унисон со всем миром, на это направят сотрудничество. Например, привычное телевещание с экрана большого ТВ перевести на смартфоны и планшеты. Как найти свое место на виртуальном облаке. И об этом, в частности, говорилось на встрече в медиа-центре. Самое главное, что сегодня необходимо иметь в виду, что больше нет ни одного чистого жанра. Из традиционной журналистики, которые были. Нет чистого телевидения, нет чистого радио, равно как и нет чистой бумаги. Очень важно сегодня становится создать информацию и правильный формат не только для потребителя на другом конце, но и для того устройства, через которое потребитель получает ваш продукт. У нас точно изменится снова форма потребления информации. 5G и 4G дают возможность стримингового телевидения через устройство. Соответственно, через 15-20 лет у нас точная структура телевизионного смотрения будет неэфирная. Также обсудили то, как проходит сейчас в обеих странах процессы перехода на цифровое вещание. Обговорили сотрудничество между телеканалами России и Узбекистана. Организацию мастер-классов для творческих и технических сотрудников. Мы знаем, что Узбекистан приступил к масштабной программе модернизации национального телевидения и провели консультации в отношении того, каким образом Российская Федерация может оказать содействие или участвовать в данной программе. Жизнь не стоит на месте, и мы видим, что все больше и больше современных передовых технологий нового распространения телевизионного контента приходит в нашу жизнь. Поэтому сегодня мы обсуждали вопрос о том, каким образом эти российские разработки, которые есть, могут быть применены в Узбекистане, что из российского опыта по распространению телевизионных каналов в цифровой среде, может быть, 9 тонн вооружения. Также обсуждался вопрос обмена журналистскими делегациями, возможностями взаимного приезда представителей телевизионных компаний России и Узбекистана друг к другу. Поэтому я думаю, что в ближайшее время нас ожидает большое количество новых совместных проектов. Планов много, а значит одной встречи для начала их воплощения недостаточно. Обменялись контактами, договорились встретиться очень скоро, вновь, здесь же, в Узбекистане. Продолжение следует...